I have ways of blowing things up. У нас есть триггер на дверь, где у нас не хватает силы, у нас есть триггер на эмпатию, где нужно понять, что творится с Куно, но я не знаю, когда-либо мы сможем понять это или нет. Нам нужно понять, что творится с этой вселенной, и это тоже у нас вряд ли пока что получится. 16 часов, давайте посмотрим, получится ли у нас еще раз узнать про броню, про номер. Так, рацион. 57 часов, как могу я узнать? О, смотри, это пик, который меня превратил в плохую человеку. Эмпатия. Еще один триггер на эмпатию, который 3%. Опасно! 13. Что видишь в его глазах? Пока что ничего, уйти. А, ладно. Ну-ка, дружище, напомню, что у тебя тут было, потому что я подзабыл. А то у нас стоимость... Ветровка прибой. Ветровка, погодите. У нас за 4,50. Очки, да? Недоступно. Концептуализация. Попробовать еще раз, может, удастся найти в коробке на самом деле интересные очки. Дай-ка тебе очки, что ты советовал примерить их. Отмена. Они кошмарные. К тому же они просто не налазят на твое лицо. Ты чувствуешь, как они сдавливают нос и подбирают крови. Черт, возьми, офицер, в этих очках вы настоящий сверхсекретный шпион. С энтузиазм кивает мужчины их словно для вас сделали, я их вам уступлю за 2 рялое 50 сентимов. Они идеально подходят для того, чтобы спрятать твои налитые кровью отекшие глаза. С этим кошмаром на лице окружающим будет очень трудно воспринимать тебя серьезно. Нет, лейтенанта сразу снимает очки с твоего лица, вновь возвращает тебе свободу. Их вы определенно покупать не будете. Да, ты прав. Я не хочу. У нас есть концептуализация. У нас, кстати, довольно неплохие бонусы на концептуализацию. Так что... Ну, я не знаю... Оу. Я не знаю, сколько у меня сейчас процентов. То есть я провалил этот триггер, и я не знаю, сколько у меня сейчас процентов. Я думаю, нам нужно сейчас пойти на другой берег. У нас там есть несколько вещей. Да, есть еще парни Тита, с которыми нужно поговорить. Прищучить их, что они врали. Но мне нужно... А у меня, кстати, есть очко навыков. Хотел сказать, мне нужно сначала очко навыков, но у меня есть. Магнитофон, который я купил. На нем же можно поставить эту катушку? Вер... Вот! Вот! Точно, точно, точно. Разумеется, он же еще работает. Так? Просто поставьте пленку и включайте. Все начинается с пленки. Хочу кое-что продать. Я хочу продать одежду. У меня есть броня. У меня есть классная фотокарточка трупа. Посмотрите, что у меня есть. Открыть меню ломбарда. Мне сейчас нечего продавать. Хорошо. Погодите. Даже он сказал, что поместите туда... Ну-ка, инструмент, мафон в руку, предмет, пленка, проигрыватель. Так. А, это пустая катушка. Пустая. У меня есть не пустая. Погодите. Инструменты. Револьвер. Взаимодействие. Кружка. А, вот! Погодите. Аудио... Аудиопленка. Я, по-моему... Ну-ка, взаимодействовать. Послушать запись. Я, по-моему, не ту пленку тыкал. У меня же есть пустая. Ты нажимаешь на большую кнопку с надписью... Комменсер. И пленка приходит в движение. После небольшой паузы начинается песня. Отодвинуть на безопасное расстояние ждать. Потом начинает звучать простая меланхоличная органная мелодия, и по коридору разносится эхо, вступает одинокий голос. Он рассказывает тебе о самой крошечной церкви в Сен-Санс, окруженной еще более крошечными двориками. Ты практически кожей ощущаешь прикосновение прибрежного тумана. Это мега грустно. Воходит всего несколько секунд, и ты понимаешь, вот оно, та самая реальная тема. Под нее ты разнес свой номер, как и говорила Классье. Спой ее. Щелчок, затем тишина. И пленка останавливается. Смогу ли я спеть под этот караоке? Думаю, смогу. Нет, ничего не выйдет. Песня слишком грустная. Могу расплакаться и опять все вокруг разнести. Я уже рыдаю, выгляжу глупым и старым. Думаю, смогу. Конечно, ты сможешь это спеть. С этой песней ты сможешь вывести печально новый уровень. К тому же, ты ведь уже знаешь слова. Ты эту песню до дыр заслушал. Ага, все на месте. Все три куплета. И на обратной стороне записана инструментальная версия. Как будто сама вселенная подталкивает тебя. Остается только одно препятствие. Какое? Гард. Нужно добиться, чтобы Гард разрешил тебе спеть под караоке в танцах. Если ты это сделаешь, ты сможешь выразить свои чувства. Рассказать о боли. Заставить всех понять. Ведь она смотрит, как ты вытаскиваешь пленку из магнитофона и не говорит ни слова. Это задание понедельника. Спойте под караоке. Найдите катушку с грустной песней. Убедите Гарта. Гард. Дружище, нам есть о чем поговорить. Я, оказывается, я просто не ту пленку тыкал. Я собирался проиграть пленку пустую, а нужно было взаимодействовать с этой пленкой. Короче, да, я тупанул. Ладно. Гард, нам нужно тебя убедить. Сейчас посмотрим, сколько процентов у меня на это убеждение. Черт, я собирался на другой берег, но раз такие дела, это же у нас задание еще с понедельника. Нам нужно спеть. А прикиньте, во время песни у нас тоже триггер будет. Ох, чёрт. Мне нужно спеть под караоке. Нет, не бывать этому. Он пытается на тебя смотреть... На тебя не смотреть. С любителем караоке опасно встречаться глазами. Мы его уже чучелом задобрили. Не надо. Тут нужен логический подход. Спроси, зачем ему система громкой связи, если нельзя пользоваться. Господин полицейский готов порвать зал чистейших андроидов. Зачем тебе вообще громкая связь? Это часть моего путешествия в недра своей души. Помоги, это мой способ извиниться за все неудобства, что я причинил. Пожалуйста, дай мне возможность сделать. Давай вот это вот. Причинив ещё больше неудобств... Э, нет, спасибо. Это часть моего путешествия в недра. Танцы, неблаготворительные учреждения, не клиника музыкальной терапии. Это коммерческое заведение. Вы распугаете посетителей. Зачем тебе вообще громкая связь, если этим не пользоваться? Она для... Наверное, начинает он потом запинаться. Не для кого. Она бутафорская. После великой... После великой караоке-катастрофы 44-го я никогда к ней... И никого к ней не подпускаю. Ммм... А что случилось в 44-м? Много людей погибло из-за того, что один козёл захотел попеть караоке. А... Как бы... Когда здесь в последний раз играл музыкальная группа? Громкая связь не для групп, а для клиентов. Некоторых клиентов. Не для вас. А, я полноценный клиент. Я платил счета и имею право воспользоваться караоке. А, но... Находит контр-аргумент он. Но у нас нет кассет. Всё украли. Не беда, моя песня при мне. Протянуть кассету с песней... Крошка-церковь. Сэн-сэнс. Мужчина в жилете и фиолетовой рубашке пялиться на протянутую кассету. Потом хмурится. Отчаянно. Так выглядит человек, потерпевший поражение. Он знает, что отговорки закончились. Ладно. Ладно. Полезайте на сцену и делайте, что хотите. Только отвяжитесь. Он трясёт на... Он трясёт на тебя кассетой. Я вам поставлю. Чёртова караоке. Отключу её нафиг, промоченный себе поднос. Неужели нам реально дадут спеть караоке? Вечером. Но сейчас вечер, нет? 16.27. Это достаточно вечер для меня. Сцена готова к выступлению. Очень тихо. Слышно, как под ногами поскрикивают палеты. Голова кружится. Тебя вдруг начинает пошатывать. Драма. 28. Как низко-то. Ким, глядя... Ким, глядя, сейчас споют под караоке. Сперва смотреть зал. Не повысились. Кое-кто тут есть, но в основном заведение... Сморил... Послеобеденный сон. Народу не слишком много. Разумнее выступить вечером. Нет? Выбор за тобой. Выступить вечером? Хорошо. Прижаться к губамик микрофон. Протестировать микрофон. Пищит. Все вздрагивают. Ты чувствуешь себя неумехой. Как его держать-то? И что просто петь? Где лучше встать? А. Затык с рукой. Слишком близко к микрофону. Сейчас еще вот это протестируем. Ким, гляди. Вижу. Лейтенант отходит от цены. Готовь к твоему вступлению. Так, хорошо. Уходим. Загружаемся. Потому что я только что себе просрал все шансы. Реально я сюда вернусь вечером. Во-первых. Во-вторых. У нас триггер на... Что еще раз? На драму. Триггер на драму. У нас какие шмотки есть на драму? Погодите. Так, ты у нас... Королевство совести. Тут драмы никакой нету. Волна. Энциклопедия. Очки минус драма. Техника. Восприятие. Значит, у нас вот эта штука была. Драма, да. Очки надо будет... Кстати, плюс эмпатия. Внутренняя империя. Внушение. Грубая сила. Шорты на электрохимию. Ну-ну. Эквилибристика. Очки на эквилибристику. Логика. Энциклопедия. Блин, а у нас много очков. Надо вообще-то разложить инвентарь. Стойкость. Неплохо. Эмпатия. У меня именно эмпатию есть вещи хорошие. Смотрите. Если мы оденемся вот так. Что у нас... Так, это драма, это самообладание, электрохимия, эквилибристика. Два логики. А... Ну ладно. Энциклопедия. Внушение. Сумрак. Мы, получается, можем... Вот мы сейчас на два пункта подняли эмпатию. И... Что мне это даст? Я просто хочу посмотреть триггер. Сейчас посмотрим. Если я на два пункта поднял эмпатию, я тогда на один, что ли, поднял? Если я поднял сейчас на два, сколько мне это процентов даст на разговор с Куну? Оно у меня заблокировано, да? Ладно, завершить. Хорошо. Значит, это у нас минус логика. А вот эти очки у нас были минус драмы. Визуальный анализ. Драму мы пока что снимем. Ботинки. Один к восприятию накинем. Хорошо. Вернемся сюда реально вечером. Поговорим уже тогда со всеми. Сейчас мы пойдем на ту сторону. А, нет, в смысле на ту сторону. У нас же тут есть еще старички. Я что-то забыл совсем про них. А это нужно сделать сейчас. Пока они здесь. Пока мы здесь. Скажешь, что ты можешь рассказать мне об этом ружье? Показать... А разве мы ему не показывали винтовку? Это Бель Маграф. Говорит, он принимает винтовку из твоих рук. Калибр 4,46. Казнозарядная. Производится в Ревашоле. Хорошее оружие. Точное и надежное. Его движение быстрое и четкое. Он проверяет ружье, потом прицеливается, направив ствол в море. Этот человек досконально разбирается в оружии. Он солдат. Стрелять из нее нельзя. Пружин в затворе нет. И механизм заклинило наглухо. Жаль. Красавица. Добавляет он. Возвращайте я винтовку. Где ты нашел? Ладно, здесь в подвале. Что ж, неудивительно. Говорит, он... Глядит он на знания. Здесь, если поискать, найдешь целую кучу забытого оружия времен войны, когда у каждого было хоть что-то припрятано. Что касается твоей винтовки, мне больше нечего сказать, пожимать на плечами. Это БМ-446. Настоящая древность. Никто этим больше не пользуется. И патронов не достать. Скажи, Рене, тебе Ландыш о чем-то говорит. Он бросает на него взгляд и кривится. Мне больше старое название нравится. Островалийская лилия. Девушки дарили их поступающим на службу новобранцам. Считалось, что если приколоть цветок фуражки, это принесет удачу. Погоди, это раэльская военная традиция? Была, вздыхает он, но коммунарам тоже нравятся цветы. Они называли островалийскую лилию революционным цветком, колокольчиком революции. Как, принесло тебе удачу? Знаешь, замолкает и зарождавшаяся улыбка сползает с его лица. Нет. Они принесли мне горе. Пустые надежды и разочарования. Революционеры испортили их. Ну, для тебя все испортили вовсе не революционеры, так ведь? Он глядит на старого солдата почти что с нежностью. Мне он тоже подарил букетик. Мне она тоже подарила букетик, и твое ревнивое сердце так и не смогло с этим смириться. Довольно! Резко обрывает он Рене. Все, что я могу подробно... Все это я могу подробно обсудить с тобой, Гастон. Но не при людях. Итак, господа, ландыш ведь еще и не расцвели, верно? Быстро спрашивает лейтенант. Может, в каких-то дальних частях города и цветут, пожимая плечами старый карабинер. Но я думаю, что ждать еще месяц. Ясно. Кстати, я только что подумал, у нас ведь... Мы могли спросить про татуировки нашу девушку наверху, но у нас не возникло этого диалога. Это немножечко странно. Ну, возможно, опять же, у нас, когда сработает нужный триггер... Я превзошел сам себя от откусывая этого сэндвича, это божественно. Да, только этого тебе и не хватало, Гастон. Побольше жирка на твоей необъятной заднице. Надеюсь, что тебя сердце не выдержит. Это всего лишь маленькие удовольствия жизни. Это вовсе не должна быть борьбой. Привет, офицер. Он поворачивается к тебе. Чем я могу помочь в этот чудесный день? Ты говорил... Блин, но мы же с ним разговаривали. Почему настолько... Оф, уф. Столько с ним делал. Ладно. Кто это такая? Жанны-Марии Бюли. О, милая Жанна. Произносил на ее взгляд затуманец. Ты была самая прекрасная девушка. Вовсе ли, а может, и во всем мире. Не смей поганить ее имя Гастон, говорит Ранес. Едва заметной дружи в голосе оставив ее в покое с миром. В его голосе нет обычной силы, словно он не чувствует себя вправе говорить об этом. Так вы оба ее знаете? Мы ее знали, это верно. Его дружелюбное лицо словно озаряется изнутри. Мы втроем всю жизнь прожили на одной улице, в двух домах друг от друга, и с четырех лет были не разлей вода. Она стала первой подружкой Рене, когда этому козлу было шестнадцать. Гастон почти с нежностью смотрит на карабинера. И они крутили любовь, пока тот не решил, что лучше подохнется какие-то светлые идеалы, чем просто будет сейчас. И тогда ты украл ее у меня. Он подается вперед, но вдруг хватается за грудь и замирает. Спокойно, парни. Ох, офицер, говорит Гастон, не обращая на выходку Рены никакого внимания. Буча уже была устроена почти восемнадцать лет назад, когда мы трое мучились ходить и говорить. Ты украл ее у меня, говорит Рене, пытаясь унять дыхание и все еще держась за грудь. Что я... Ну ладно. Ну, чисто технически, это ты украл ее у меня, ведь мы с ней были весьма близки с того самого случая, когда вы порукались и зачернил, что ты продлил на нарядное желтое платье. Ммм, тогда были еще мальчишками, это дурье. Ты, высокий ветеран, глядит на тебя и кивает. Нет никакого смысла в тысячу раз заводить эту шарманку, особенно при посторонних он поворачивается к тебе. Что ты хотел? Что с ней случилось? Она умерла от воспаления легких две зимы назад, просто тихо угасла, слабо улыбается он. Мы с Рене вместе были у нее постели, когда она делает паузу, показывая подходящую... Подыскивая подходящую штуку. Умерла, резко прерывает он повисшую паузу. Незачем пытаться это смягчить, все равно это ее не вернет. Отошла. Заканчивает его партнер свое предложение, а потом ухмыляет. Усмехается. До самого конца она не смогла выбрать кого-то одного из нас. Самая нерешительная женщина, что я встречал в жизни. Гремаса больно в мгновении искажает лицо Рене, но он тут же берет себя в руки, и его лицо вновь превращается в бесстрастную маску. Почему ты говоришь, что она нерешительная? Потому что у нее никогда толком не получалось определиться, чем позавтракать, какой у нее любимый цвет, за кого из нас выйти замуж, и его взгляд становится счастливым и очень далеким. Много раз она бросала одного из нас ради другого, но никогда это не длилось. Достаточно времени для женитьбы. Эх, папы. Это немного странно. Черт, говорит он с усмешкой. Формально мы оба с ней до сих пор помолвлены. Ты все время смущал ее, и не мог смириться с нашим счастьем, с ненностью, говорит Рене, соблазнял ее красивыми речами и сладостями. Внезапно вспоминаешь, что ты еще здесь умолкает и отворачивается. Спасибо. Да не за что, говорит он с улыбкой памяти, это все, что у нас осталось. Жанне и Мари, ну мы уже все, они поговорили. Так, что ты знаешь о мертвеце? Дайте подумать. Он задумчиво глядит на облака. Я слышал, что кого-то повесили и на неделю оставили болтаться на дереве. Но это, собственно, все, что я знаю. Ты абсолютно ничего не знаешь? К сожалению, ничего. Я, правда, хотел бы вам помочь, виновата улыбается. Он, вы хорошие люди, я это вижу. Если хочешь, так помоги, трус. Его в глазах выражение укора. Ты верно трешься с Гуччи Кавиар из профсоюза. Кто-то из них должен хоть что-то знать. Говорит про икорных социалистов. Левую буржуазию. Хотел бы я... Но я ведь просто ничего не знаю, краснеет он. Я не сую нас в чужие дела и не распускаю слухи. Все это знают и уважают. Странно, похоже, что он не врет, но все равно здесь что-то не так. Ну, хорошо, по-моему, ты что-то не договариваешь. Вовсе нет, уверяет он. Я даже не... Я даже не какая-то... Конечно, он что-то не договаривает. Скрещивает руки на груди, крабинер. Фигаков профсоюзных в рот набрал. Вот ему и говорят, что... Вот ему они... Они-то ему и говорить мешают. Твою зону, Гурене. Можно мне хоть предложение закончить, прежде чем ты его обосрешь. Как тебе такое? Не против? Его глаза я разноцверкают. Я не какая-то там важная шишка в профсоюзе. Я просто знаю Эврара. Ты знаешь Эврара. Откуда ты его знаешь? Все в Мартинезе знают братьев Клэр. Не говоря... Говорит он серьезно. Я преподавал им историю и общественное знание в гимназии. Так. Значит, Гастон был учителем у братьев Эврара и у простака Лео. Это да. Кстати, по-моему, Лео нам об этом и говорил, нет? Ну, ладно. Да что ты знаешь об истории? Срывается на Гастонный Карабинер. Ты никогда не видел историю, только слышал они. Спустя много лет, когда уже прошла, ты не знаешь историю. Старый солдат бормочет что-то себе под нос и отворачивается к морю. И вот он смотрит гордый, несгибаемый, одинокий, как потрескавшаяся мраморная статую. Давайте постараемся не попасться под перекрестный огонь. Типа разместить лейтенант. Хорошо, ты состоишь в профсоюзе, чувак? О, он снова краснеет. В каком-то смысле да, что-то вроде почетного члена. Я хожу на встречи и праздники, помогаю по мелочи. Эклер и Эдгар, дебордеры постарше, все меня знают. В каком-то смысле. Ну да. Так у тебя есть членство или нет? То есть официально я в нем не числюсь, говорит он, уставившись на шары в воронке. Членовских карточек у меня нет, я не голосую. Но Эклер мне платит за всякие мелочи. Так вот, что это было. Вот что он скрывал. Он делал вид, будто он большой человек в профсоюзе. А сейчас эта иллюзия рассыпается у тебя на глазах. И на глазах Рене. Он ничего не знает, потому что ему никто ничего не говорит. Он чужак. Ясень пень, нигде он не состоит. Я так и знал. Кривица Рене. Он как флюгер поворачивается по ветру и принимает важный вид. А-а-а. Ненавижу галошопых социалистов, продолжает он. Но даже присоединиться к ним лучше, чем всю жизнь просидеть на заборе, так и не выбрав сторону. Определись уже, бога ради. А-а-а. То есть, его ты хочешь, чтобы он определился, а насчет девушки... Ну ладно. Какие же мелочи ты делаешь для Эклера? В основном пишу, улыбается он. Время от времени ему нужно что-то написать. И я, говорят, владею словом. И что ты для него пишешь? Ну, ничего официального, уверяю вас. Просто статьи в газеты о Мартинезе, о том, как здесь все устроено. И как могло бы быть все устроено. Мы с Эклером долго разговаривали, и он... И он говорил этому своему верному писаке, что и как ему писать. Это же просто неприкрытая коммунистическая пропаганда. Тебе должно быть стыдно. Я сам делаю всякие мелочи для Эклера, в этом ничего плохого. Я тоже делаю для Евро... И мне от этого... И мне от этого тошно. Так уж тут устроены дела. Весело заявляет он. И... Расстраиваться совершенно ни к чему. А ты сам и корный социалист? Старик начинает смеяться. Я себе в обычном социалистом-то не считаю. Я стараюсь не лезть в политику, а офицеры. Так ты пишешь статьи в газеты... Как ты пишешь статьи в газеты, если не лезешь в политику? Как флюгер. Ты же должен верить в тебя бы что-то. В субботу людей в ревошали деньги, наконец. Ну вот, вот так вот. У меня живое воображение смеяться вновь. И я уже говорил, я умею обращаться со словами. Этого достаточно. Нет, нужно погружаться в политику. В общем, он льет воду, чтобы нагнать объем. Ну, в принципе. Конечно, упаси бог куда-нибудь погрузиться. Боже, упаси связаться... Ввязаться в драку? Нет, погружаться только в собственный диван. Значит, и действительно как флюгер? Я лично предпочитаю называться умело приспосабливающимся. Жизнерадостно усмехается. Он звучит лучше, согласны? Мон-де. Карабонер закрывает глаза слова. Никогда больше не хочет их открывать. Так. Ну ты же должен во что-то верить. Я считаю, что у каждого есть право думать что угодно. В том числе и ничего не думать. А хорошо, умею приспосабливаться. Спасибо. Хотел спросить о профсоюзе. Но это мы уже все поговорили, да? Выглядит очень вкусно. Ну-ка. Извините, но я не делюсь едой. Говорит он. И быстро обравляет. Ничего личного. Просто у меня такой принцип. Единственный, который у тебя есть. Вдруг ты понимаешь, насколько проголодался. Позднее раз ел... Один бог знает, когда. Вечность назад. Наверное, когда ты еще был ребенком. Сэндвич наит настоящий кулинарный шедевр. Сознан из множества отобранных щедро рукой и компонентов. Его автор знает толк в своем ремесле. Добавок к очевидному... К очевидному ломтию ветчины. Изрядно толстому. Ты замечаешь выглядывающий снизу край помидорного кружка. И... Это же майонез? Пожалуйста, дай хоть куснуть. Хорошатся, Гастон. Ну, чувак, ну... Поверьте мне, офицер. Я бы рад вам помочь. Но этот сэндвич мне нужен, чтобы поддерживать уровень сахара в крови. Он отводит глаза и сжимается. В моем возрасте нужно следить за такими вещами. Ты едва его слышишь. А сэндвича исходит такой чудесный аромат соленого огурчика. В гармонии с чесночным маслом и маринованным лучком. Это все твои мысли только об одном. Как завладеть им? Ты не слышишь меня, друг. Мне нужен этот сэндвич. Давай его поделим. Оттебись. Он дергается в сторону и тут же приходит в ужас от собственной реакции. Во взгляде Роне проскакивает искра уважения. Извините, извините. Пожалуйста, я ничего такого не имел ввиду. Продолжает он испуганно. Но этот сэндвич мой. Я не стану им делиться. И тут же пропадает. Риторика. У меня на риторику хорошие шансы. Когда диссиденты явились, чтобы изнасиловать нашу страну, он прятался. Но стоило попросить откусить от его драгоценного сэндвича, так он показывает клыки. Ты просто всем крысам. Крыса. Гастон. Чёрт. 83%. Погоди. На этом пока всё. А, автосохранен прошло. Давайте ещё и вручную. Отдай сэндвич, чувак. Спасибо. Ладно. Вот как мы можем поступить. Я восхищаюсь твоей работой, шеф. Но я кое-что бы сделал иначе. И что же, офицер, глядит он на свой сэндвич. Лучше в ревошли не найти, уверяю вас. Ворох аппетитных рецептов прокрутится у тебя в голове салаты, супы, сэндвичи. Есть! Здесь нужен инженерный подход. Структурная жёсткость. Открытые стропилы, листовая кровля. Вот это всё. Хлеб, на котором ты собирал это чудо, кулинарии, можно было бы заранее поджарить. Если положить поперёк ветчины в большой ломать олудского сыра, то сэндвич будет меньше крошиться, и мы уменьшим потерю компонентов. Монду, это замечательная мысль, восклицает он. Мы действительно фактически сведём потерю компонентов на нет. Великолепно. А теперь добей его перчиком. А вот тебе мысль ещё лучше. Воздушный карман между сыром и ветчиной можно посыпать копчёной паприкой. Сэрррут, это... Так, восклицает он поражённо. Вы можете приготовить такой сэндвич, офицер? Конечно, мне понадобится твою в качестве прототипа. Нет, никто не может. Погодите, но я думал, старик с видимым разочарованием убирает сэндвич в карман и вздыхает, что если вы больше ничего не хотите, то я продолжу играть. Погоди. То есть я могу у него забрать сэндвич, а могу и оставить. Если я заберу сэндвич, мне просто интересно, мне дадут задание на приготовление такого же или... Легендарность. Да, тут у нас успех, восхищаюсь. Та-та-та. Супы сэндвичи. Мы вот это говорили, да? Про ветчину. Теперь перчиком. Конечно, но мне понадобится твое в качестве прототипа. Гигантский сэндвич сэндвич. Надеюсь, что вы не решили хитростью отнять у старика последнее серьезно произносит он и отдает тебе сэндвич. Самой собой. Первичные исследования занимают время, но через 6-9 месяцев ты уже отведаешь сэндвич богов. Насчет этого не волнуйся. Да, и не волнуйся. Мы все время тут, каждый день. Вы нас не упустите. Волнуется, волнуется. Так, все. Блин, мы получили сэндвич. Блин, какой он хороший. Ёлки-палки. С сэндвичиной. Ну-ка, взаимодействовать. У тебя в руке сэндвич сэндвичиной. На вид свежий и питательный. Так и просится в рот. Все назад. Сейчас будет крошева. Вот, Ким, давай пополам. Меня не купишь. Больше бросить сэндвич на землю. Убрать. А сфига ли мне бросать его на землю? Мы сейчас отойдем, потому что мы его только отжали, грубо говоря. Мне не стыдно. Мы почти полуровня подняли на этом диалоге. Фига себе. Сэндвич. Я не знаю, чем мне с Куно делать. Эта тварь очень сильно неразговорчивая. Я не знаю... Я понимаю, что если я решу его проблему, то я с ним поговорю и смогу к ним подступиться. Но, блин, решить его проблему, вот это, конечно... О, погодите. Это... Это разве не было закрыто? По-моему, вчера эта дверь была заперта. Или мне кажется? Наверное, мне кажется. Я туплю. Так. Мне еще нужно разгадать загадку Камона. Это вот вообще, по-моему, отдельная история. Мне нужно постирать куртку. Вот что мне нужно. Мы сейчас подойдем к бабульке, которая у нас там... Вот, 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 бабушка. Стой, опять? Я нашел эту куртку, но она грязная. Не могли бы выстирать ее для меня? Я могла бы выстирать ее для тебя, отвечает. Я могла бы, да, но это займет где-то полчасика. Подождать? Подождешь столько? Да не вопрос. Я бы не отказался от передышки после очередного сегодняшнего забега, говорит лейтенант, потирай ногу. Да, я подожду. Давайте сюда посмотрим, что тут можно сделать. 20 минут прошло. Должна признаться, этой работой я горжусь. Кивает она, давая тебе куртку под все это. И грязью скрывался, довольно приличный предмет одежды. Надеюсь, ты будешь обращаться с этой курткой лучше, чем я предыдущий хозяин. Спасибо. Это у нас дело... О, куртки. Кстати, какое она стала давать бонус? Бонусы, где она вообще? О! Болевой порог, сумрак, но минус драма. Слушайте, это хорошая куртка. Штормовка фаун. Вот фаун. Штормовка словно защитный кокон. Твое тело оказывается в собственной маленькой вселенной, куда не могут проникнуть ни ветер, ни вода, ни грязь, ни огонь. На груди гордо красуется огромная надпись 100% синтетика. Ткань не пропустит внутрь ни одну молекулу воздуха. Внимание! От огня на самом деле не защищает. Болевой порог и сумрак. Защитает непогоды. Что наше... Наше наше сейчас дает полицейская волна. Визуальный анализ. Концептуализация. Кстати, у нас пиджак на концептуализацию есть. Минус сумрак. Еще одна полицейская волна. Так, спасибо. Дурак от роду. Так, хочу ли я отдавать тебе такую куртку? Я не знаю. Что ж, твоя куртка свежи с ней. Я хочу еще раз послушать историю твоего прозвища. На самом деле не хочу, но зачем-то у меня это высветилось. Ладно. Я подумал, что я решил, что знал достаточно. Запас еще историй есть. Историй то есть, но топливо в баках заканчивается. Если ты помнишь о чем... Если понимаешь о чем я, он не вертит бутылку в руках, не осталось ни капли. Голубой медицинский спирт пойдет. Он выставляет перед тобой ладонь, будто пытаясь отгородиться от тебя. Не, не, не. Вопреки популярному мнению, мне нравится быть живым. Я тебе уже дал выпить. Смело пустящее историю. Ладно, твоя куртка. Моя куртка? Да, куртка, которую ты заставил меня очистить от ничего дерьма. На его лице возникает средоточное выражение. Он смотрит на тебя, потом на свою бутылку, потом снова на тебя. Текила, ты о чем? Ты хочешь сказать, что это не твоя куртка? Фаун? Что в этом концептуально? Вообще не мой стиль. Невероятную вещь, скажу, но можете притормозить с выпивкой, у тебя от нее крыша едет. Вот теперь очевидно, как этот человек умудрился потерять ключи бизнеса и друзей девушку. Кстати, да, я об этом и говорил. Держу пари, это неврологическое. Ну, как хочешь, оставлю куртку себе. Мне стоило немалых трудов. Доставьте, я видел некоторое дерьмо. Бери, давай чертову куртку. Как хочешь, оставлю себе. Мне пофиг. Эта куртка настолько ниже моего концептуального уровня, что я бы к ней и 10-метровой палкой не прикоснулся. На тебе наверняка пойдет, забирай. Спасибо. Я как раз не хотел тебе ее отдавать, так что, как по мне... У меня завершилось это задание. Да, все, куртка найдена. Задание выполнено. Мы красавчики. О, давай поговорим. Что ты хотел? А, я хотел немного поверить с вами о вашем стиле. В моем стиле? Что с ним не так? Ну, просто в этом вы больше похожи на амбициозного бизнесмена, чем на полицейского. Все верно. Ты продвигаешь свой товар. Мир и порядок здесь... Ты здесь для того, чтобы разбавить устаревшие методы органов правопорядка модными словечками и схемами приватизации. Ну что ж, никогда не знаешь, в каком момент понадобится провести бизнес-презентацию. Это не совсем то, чего хотел добиться. Тогда, возможно, вам стоит пересмотреть свой образ. Знаете, такое выражение. Встречают по одежке в любой ситуации. Все решает правильный подобранный образ. Ну ладно, ты вроде следишь за модой. Будем с тобой стильными корешами. Да, давай. Детектив, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Ладно, нам, пожалуй, стоит вернуться к расследованию. Идемте. А ты хочешь, чтобы я переоделся? Блин. Я как бы одеваюсь по луту, а не по стилю. Так. Нам с вами также нужно найти огромный ломище. Для того, чтобы проникнуть в холодильник, нам нужно сделать еще очень много вещей. Но как это сделать? Эти до сих пор стоят тут триндят. Мне бы вот сюда вот проникнуть. Было бы хорошо. Туда мы никак не можем попасть. Хорошо. Пойдемте, наверное, тогда с вами сейчас поговорим с пацанами на льдине, которые в палатке. Блин, ну вот это тайкомон. Прямо катастрофа. Но мне надо... О! Успокойся. Это не твое. Не мог же ты забыть всем от кареты в Ревашоле, надеюсь. Не мог же ты разбить. Ну да, это не от моей кареты. Это так уже просто мысли. Тут у нас где-то был воскресный друг. По телефону я ничего не могу сейчас сделать. Ты поднимаешь трубку. Телефон это у нас типа... Ну-ка, стоимость. И набрать случайный номер. Это прикольное развлечение, но, наверное, пока что я не буду этим заниматься. Я просто еще не знаю, на что мне могут понадобиться деньги. Пытаюсь посмотреть все, что можно посмотреть, пока я здесь. Погоди, я теперь не могу просто пройти на набережную, да? Или я просто не... А, я просто не там иду? Хе-хе-хе-хе. А, да. Я просто не там иду. Парнишку забрали. Тут мы уже тоже все посмотрели. Это дело у нас полностью закрыто. Мы вроде как поняли, что с ним случилось. Мы сообщили жене. Задание у нас засчитанное, завыполненное. Мусорку отсюда тоже кто-то уже увел. Может быть, даже парня Тита. Посмотрим. Идем на льдину. Тут где-то у нас воскресный друг обитает. Оу, 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 оу. Стой. Ты чувствуешь, как тебя накрывает тень огромного здания, который искал... Ведущий прогресс... Адрес, который искал... А, ну да, ну мы же там были уже внутри. Я думаю, у нас появятся еще дополнительные диалоги, но нам бы сейчас про эту прокатодную музыку поговорить. Ну-ка, продолжить. Это, видимо, уже пообщался с нами, корешами, да? Так что поможешь нам с церковью? Пока не знаю. Сначала ответь мне на пару вопросов. Эмпатия. У меня везде... Я мог магнитофон здесь поднять! Ёлки-палки, а не покупать его. Сколько я на него, кстати, потратил? Он довольно дорого стоил. Да, что ты была в церкви, что ты там видела? А, ты об этом? Ты все равно мне не поверишь. Потому и рассказать смысла нет. Он гораздо меньше остальных... Она гораздо меньше остальных говорит, что она не рассказала про человека краба. Мы посмотрим. Давай рассказывай. Ланкивает она. Я вошла внутрь и увидела женщину возле одной из стоящих там машин. НОИК называется. Их центральный процессор. Она была одета так, будто ее воспитала бабушка. Странная старая одежда. А на лице было такое отсутствующее выражение. Она ничего не сказала. Просто стояла и не шевелилась. В этом нет ничего особенно пугающего. А потом, представляешь, прямо у нее за спиной по стене спустился человек вниз головой. Сполз как краб. Прямо по церкви на стене. Думаю, женщина его даже не заметила. Он не издал ни звука. Он оставался прямо над самым потолком. Просто завис там, глядя на меня. Прямо на меня. Будто я повернул... Блин, я повернулась и вышла. Вот вся история. Какой краб, говорите? Как краб, говорите? Кивает лейтенант. На его лице застыло абсолютно непроницаемое выражение. Я его видел. Видел человека краба. Ты его видел? Она наклоняется ближе. Значит, ты был там у второй, ты видел? Та в старушечей одежде. Да, их обоих видел. Ну так и чё? Хорошо, значит, ты мне веришь. Она смотрит на палатку. Тебе стоит рассказать об этом, Андре. Расскажи подробности о своих коллегах. В моих коллегах? Она дышит на замерзшие пальцы. Нечего о них рассказать. Даже должна про них хоть что-то знать. Конечно, я знаю. Я просто не рассказываю другим людям о своих друзьях. Типа, кто они? Всё-таки такое. Справок не выдают. Хопом. Как насчет тебя? Расскажи мне что-нибудь о себе. О себе? Я серебристая мухоловка. Что, блин? Я серебристая мухоловка. Что-то подозрительно знакомое. Это какое-то выражение? Если да, то он что-то значит. Внезапно ты теряешь концентрацию, и мысли ускользать те. Энциклопедия опасна. Успех. Фига себе. А, ладно. Может, прошу об этом попозже. Что по-нарскому? Эмпатия 3%. Так. Речица костей. Получено в 4-10, значит в 20 мы сможем... У меня на эмпатию уже очень много триггеров. Погодите. Пока всё? Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Опять же, что у нас по эмпатии было? Скорость реакции, техника, концентрация. У меня туфли были по эмпатии, да? Да. И... Болевой порог. А это у нас что даёт? Сила воли, внутренняя империя. Трепет. Минус эмпатия. Так. Драма авторитет, сумра креторика. А, у меня очки были на эмпатию? Да. Вроде больше ничего. Полицейская волна, внутренняя империя. Логика. Калибристика и электрохимия. Если мы сделаем вот таким вот образом... У нас триггер изменится? 17! Мне просто в любом случае эмпатию нужно будет качать. У меня на ней слишком много чего завязано. И у меня опять же почти готов уровень. Я думаю, что я готов кинуться в эмпатию. Сколько сейчас? 28. Низкие шансы. Расскажи. Продолжить. 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 Так, хорошо, ребят. 28. Чёрт. Что мне это даст? Я просто магнитофон получу. Вот что мне интересно. Давайте посмотрим. Понятно, что неудача. На самом деле так. Ладно, погодите. Получилось. Правда, достаточно долго пришлось загружаться. Не знаю, раз 7 или 8. Я, наверное, такое больше делать не буду. Мне интересно было, насколько велика вероятность срабатывания триггера на 28%. Она есть, но это прям нужно очень сильно постараться. Хорошо. Устройство тяжело, как кирпич. Это мы про магнитофон сейчас. Это из-за батарейки. Ещё хранить теплою рук жёлтую пластмассовую крышку украшает логотип компании Omicron. Под крышкой крутится плёнка. Девушка смотрит на устройство, у тебя в руках. Мне жаль, что тебе приходится торчать тут на льду, скучать в своём возрасте. Да и вообще в любом возрасте. Такую погоду сидеть, ожидая прихода тьмы, она смотрит тебе в глаза. Огромные зрачки в невероятно грустном управлении макияжа. Создатели этого мира хотели сделать его лучше, но у них ничего не вышло. С этим ты хлопываешь по магнитофону. В их бракованном мире жить проще. Ветер завывает, она продолжает молчать. Всё так и есть, скажи. Это не какие-нибудь детские фантазии. Это может стать настоящим оружием в борьбе с тем, что ждёт тебя дальше. Что? Личь слегка вздрагивает. Ничего, если эта штука будет у тебя. Ничего, если эта штука будет у тебя, не бойся. Тьма. Я знаю, сучит зубами. Она берёт у тебя устройство и укладывает себе на колени. Постараюсь не потерять. Она молчит секунду-другая, потом снова обращается к тебе. Ну спасибо. Вроде как за сеанс психотерапии. Может я могу помочь тебе чем-нибудь. Что тебя гложет? Что меня гложет? Ничего. Да ладно, я же вижу, она медленно качает головой. Но дело твоё. Можешь и дальше строить из себя Боядеро. Кажется, кое-что превращает мою жизнь в сущи ад. И что же это? Она внимательно слушает. Думаю, дело в бедственном положении рабочего класса. Все сидят на шее у предпринимателей. Те, кто делает дело, заковывают в кандалы. Так, думаю, это все из-за иностранцев, которые занимаются... Нет, это люди постоянно ставят свои корыстные интересы превыше всеобщего блага. Вот это вот. Что, серьёзно? А, никто не понимает, что ничего агрессивного... Что иногда прогресс требует жертв. Это очень угнетает. То есть, тебя не гложет мысли о слишком медленном общественном прогрессе? Не помню, не правильно. Сам я за постепенный устойчивый прогресс. Просто мне хочется, чтобы люди были чуть-чуть более рациональными. Вот и все. Вот так вот. Хорошо. То есть, тебя это расстраивает не настолько сильно, как могло показаться. Товеришь, тебе такое положение вещей меня чудовищно угнетает. А, и ты уверен, что угнетает тебя ситуация с общественным прогрессом, а не, я не знаю, какой-нибудь тёлочкой? Ммм, возможно. Сейчас, когда ты сказал, я нашёл письма, которые сам до этого выбросил. Возможно, они с этим как-то связаны. Так, и почему ты так думаешь? Во-первых, они немного пахнут жвачкой. Я до сих пор слышу этот запах, даже несмотря на всё это дерьмо. Я писал женским почерком, а я, господи, как же фигово мне становится, когда я их читаю. Я думаю, вот это. Ну вот твоя проблема с тёлочкой. И никакие политики, кто она? Не помню. Не помнишь? Кажется, она тебе поверила. Похоже, ты серьёзно загрузишься из-за этой чайка. Может, тебе удастся вспомнить про неё хоть что-нибудь. Я помню только её запах. Да, чувак, это очень странно. Она потирает плечи, чтобы согреться. А ты веришь, что эти письма предназначались тебе? А, уверен. Разве иначе меня зацепило быть так сильно? Но как-то вышло, что ты ничего не вспомнил. Это же, типа, у тебя такая изобретательная память. Изобретательная память? Я думаю, избирательная. А, избирательная. Она и сказала избирательная. Это я что-то уже. Так, хорошо. Я думаю, дело в том, что я написал... Напил с таких чертей, что напрочь стёр свою память об этом мире. А, или так. Я однажды так сильно обдолбалась бухлом, что тоже всё забыла. Совершенно очевидно, что обдолбалась она не только бухлом. Или, может, у тебя просто с психикой не в порядке. Какая-нибудь фигня, типа, кёнигштейнская дрочь. Чё, блин? Что это такое? Ну, знаешь, шизонная фигня, которая у них там происходит, богатеньким нравится. А люди в кёнигштейне в основном богаты. Ну, спасибо тогда за сеанс психотерапии. Да нет, что она на секундочку задумывается, потеря подбородок. Хотя, может, тебе и правда лучше вспомнить об этом. Это лишь моё мнение. Если чешется, не чеши. Ага, ведь чешется так сильно. Во-первых, мы ещё раз качнули ещё одну очку в науках. Я думаю, что мы её тоже потом в эмпатию можем закинуть. Но дело даже в другом. Так, это у нас калибристика. Логика. Я даже не знаю, что мне может понадобиться. Давайте визуальный анализ опять закинем. И восприятие. Смотрите, триггеры с эмпатией у нас очень даже срабатывают. То есть их можно вытянуть на определённый уровень. Сейчас, если закинуть ещё одну очку, можно попробовать поговорить с Куно. Может, получится вывести... У меня на нём просто слишком много завязано. Поэтому мне нужно с ним поговорить. Давайте на этом пока заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Увидимся в следующих сериях. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok